Симфонический оркестр филармонии Якутии выступил с концертом Содружества Талантов, рассказывает Иван Подойницын. Мэтры Мариинского театра снова в нашем городе. Гвоздем программы презентации Союза музыкальных деятелей выступил заслуженный артист России Олег Синдетский. На этот раз известный виолончелист солирует с якутским государственным оркестром, исполняя последний концерт Прокофьева. Почему-то он назвал его «Концертина». Видимо, что-то он хотел, чтобы это было легкое, не тяжелое и какое-то светлое. К сожалению, он не успел его дописать. Оригинальная только вторая часть. Очень много, конечно, в первой части его родное. И с финала только какие-то наброски. И это все после его ухода. Ростропович с Ковалевским заканчивали, что-то объединили, что-то добавили. Объединение музыкальных деятелей Якутии официально появилось 1 сентября 2016 года. 11 октября новая организация уже вошла в Международный союз под руководством ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Цитата. «Теперь мы находимся в большой армии музыкальных деятелей страны в содружестве с выдающимися мастерами музыкального искусства», поведала нам Наталья Базарева. К нам могут вступать не только отдельные исполнители, либо вокалисты, солисты различных направлений, но и ассоциации, филиалы, союзы. То есть это, по сути, может стать таким крупным объединяющим союзом для объединения и аккумулирования всех ресурсов для достижения, опять же, цели фестиваля, конкурсов развития молодого подрастающего поколения. Для хореографов, исполнителей эстрадного искусства, профессиональных музыкальных и самодеятельных коллективов этот союз является возможностью. Развитие под крылом лучших музыкальных деятелей России должно заметно поспособствовать профессиональному становлению талантов. Иван Подойницин, Владимир Таёрский, МВК Саха, Якутск.